Добрый день, уважаемые коллеги! Я с большим удовольствием приветствую всех участников первого заседания нашего Организационного комитета. Я и несколько коллег мы находимся в Доме Российского Исторического Общества, а большинство участников нашей встречи работают из своих кабинетов. Для Российского Исторического Общества такие темы, как исторические сюжеты в литературе, судьбы писателей-классиков и подготовка мероприятий к их юбилеям – это неизменные приоритеты. Одновременно с 2015 года мы работаем над популяризацией отечественного литературного наследия в рамках Оргкомитета по поддержке литературы, чтения и книгоиздания. Наша сегодняшняя встреча, заседание Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия Государственного музея истории российской литературы – это своего рода мост между двумя этими форматами. Государственный музей истории российской литературы, носящий имя Владимира Ивановича Даля, является одним из крупнейших в нашей стране. Он объединяет в единую сеть свыше десятка малых музеев, хранит более полумиллиона уникальных экспонатов. Колоссальные объемы фондов музея позволяют ему не только регулярно обновлять постоянно действующие экспозиции, но и активно планировать новые. В этой связи полагаю, что одним из главных результатов работы нашего Оргкомитета должно стать расширение выставочных и фондовых площадей музея. Знаю, что ряд соответствующих предложений будет сегодня вынесены на обсуждение членами Оргкомитета. Дорогие коллеги, богатство русской словесности безбрежно, как безбрежно и ее музейное наследие. Взять любого крупного писателя, чьи произведения формировали наше национальное самосознание, в фондах музея именно Даля, непременно найдутся его реликвии и документы. Вспоминаю, с какой невероятной скоростью и качеством несколько лет назад была создана небольшая выставка, посвященная первому председателю русского исторического общества, князю Вяземскому. Много проектов было реализовано музеем и позднее, при подготовке к столетию Великой Российской революции и Гражданской войны, к 75-летию Великой Победы. Как когда-то заметил Владимир Иванович Даль, язык есть вековой труд. Сохранение творческого наследия этого знатока русской словесности, патриота родного слова может стать одним из направлений работы нашего оргкомитета. Всю свою жизнь Владимир Иванович Даль посвятил созданию своего знаменитого толкового словаря. Этот огромный вклад в культуру был по достоинству оценен его современниками, среди которых Пушкин, Гоголь, Тургенев, Шевченко. Считаю предстоящий юбилей хорошим поводом, чтобы заняться популяризацией музейного наследия русской литературы, начать серьезный разговор о словесности как элементе образа России в мире. Сегодня нам предстоит утвердить план соответствующих мероприятий на предстоящий год. В него войдут международный научный форум, посвященный взаимовлиянию истории, литературы и языка. Издание первого тома энциклопедии литературных музеев, проекты по линии Ассоциации литературных музеев, Российской Академии наук, крупнейших федеральных средств массовой информации и Россотрудничества. Эти и многие другие аспекты нашей насыщенной повестки будут освещены сегодня в выступлениях членами оргкомитета. Уважаемые коллеги, хотел бы обратить ваше внимание на то, что сегодня в 11 часов здесь, в Доме Российского Исторического Общества, состоится церемония вручения историко-культурной, историко-литературной премии КЛИО, учрежденной Российским Историческим Обществом и Российским Книжным Союзом для поощрения лучших авторов, посвятивших свой талант сюжетам отечественной истории. С учетом этого обстоятельства прошу выступающих укладываться в предложенный регламент пять минут. Пожалуйста, Денис Владимирович Молчанов, я вам предоставляю слово. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, добрый день, коллеги. Традиционной формой работы по подготовке к празднованию знаменательных дат в нашей стране является создание оргкомитетов. Чаще всего они создаются приказами Министерства и ведомств, и только наиболее важные из них создаются актами правительства Российской Федерации. К таким относятся и наши оргкомитеты. Создание распоряжения правительства 3160Р от 28 ноября сего года о создании оргкомитета по подготовке к празднованию столетия музея имени Даля под председателем Сергея Евгеньевича Нарышкина. Это свидетельство того исключительного значения, которое правительство придает роли музея в жизни страны, разумеется, в роли самого Владимира Ивановича Даля, как в истории русского языка и литературы, так и в отечественной истории и целом. Надо сказать, что само создание музея почти 100 лет назад, в 20-х годах прошлого столетия, говорит о том, что и в молодом советском государстве, только что пережившем революцию и все еще находящемся в пламени гражданской войны, хорошо понимали важность сохранения наследия и продолжения дела Даля для будущих поколений. Уже почти 100 лет это не только музей, но и архив, библиотека, исследовательский институт и научное издательство. Коллекция музея содержит сотни тысяч реликвий, рукописей, книг, документов, фотографий, предметов живописи, графики, мемориальных вещей русских писателей. Владимир Иванович Даль, один из основателей русского литературного языка, был человеком поистине редкостного дарования. Военный врач, государственный деятель, собиратель фольклора, литератор, один из учредителей русского географического общества, этнограф, и, конечно, автор легендарного толкового словаря живого великорусского языка, которым мы пользуемся до сих пор. Сегодня мы будем обсуждать проект планы мероприятий по подготовке к празднованию столетия музея, но через пять лет нам предстоит отметить еще одну памятную дату – 225 лет со дня рождения самого Владимира Ивановича. И мне представляется, было бы правильным к этому юбилею установить памятник Далю в Москве. Сегодня памятник Далю установлен на его родине в Луганске, есть памятник Далю и Пушкину в Оренбурге. В Москве памятника Далю нет, если не считать, конечно, надгробного креста на Ваганьковском кладбище. Думаю, никто не будет спорить, что Владимир Иванович достоин памятника столице России, страны, для культуры которой он сделал так много. Поэтому, если на то будет согласие коллег и Ваше, Сергей Евгеньевич, я бы предложил внести в протокольное решение нашего оргкомитета поручение Минкультуры России совместно с правительством Москвы и заинтересованными органами исполнительной власти проработать этот вопрос и дать соответствующие предложения. Со своей стороны, правительство готово оказать в этом вопросе всемирную поддержку. Спасибо, Денис Владимирович, за выступление, за участие в работе оргкомитета и за, на мой взгляд, очень хорошее предложение об установке памятника Владимиру Ивановичу Даля здесь, в Москве. Спасибо. Передаю микрофон Али Юрьевной Маниловой, статсекретарю, заместителю министра культуры Российской Федерации. Пожалуйста. Спасибо. Алла Юрьевна, извините, вас не слышно. А так? Вот так очень хорошо слышно. Сейчас слышно, да? Да, пожалуйста. Да, извините, повторю. Наш музей не только флагманский литературный музей России, но и один из крупнейших в мире по объему коллекции, это чрезвычайно важно понимать, и по размаху деятельности, и выставочной, и научно-издательской, и общественно-просветительской. Хочу отметить, что еще в 1963 году, согласно приказу Министерства культуры СССР, музей получил официально статус, я цитирую, головного музея, на который возложена координация научно-исследовательской и экспозиционные работы всех литературных музеев страны. В наше время от объединения нескольких домов-музеев, посвященных писателям российским, уже сделан шаг к созданию единой экспозиции по истории всей великой русской словесности. Токолитературный музей имени Даля способен решить эту задачу государственной важности, которую коснулся Сергея Евгеньевича во вступительном слове, поскольку именно он обладает абсолютно уникальной, одной из крупнейших в мире, как я сказала, коллекции реликвий, которые собирались на протяжении целого столетия. В этой связи приоритетное значение, на наш взгляд, имеет реализация проекта создания в структуре музея национального выставочного центра «Десять веков русской словесности». В этих целях, во исполнение указания президента Российской Федерации, напомню, что оно было дано после соответствующего обращения Сергея Евгеньевича Нарышкина, и тогда же была разработана дорожная этапа. Эта идея сквозной экспозиции «Десяти веков русской словесности» родилась в год литературы, стала своеобразным наследием года литературы. И сейчас совершенно для нас очевидно, что юбилей прекрасный мотиватор для нас, для того, чтобы, Сергей Евгеньевич, если вы поддержите, вернуться к дорожной карте, посмотреть оперативно, нам хватит месяца для этой работы, для того, чтобы ее актуализировать с конкретными предложениями, в том числе предложениями по срокам ее реализации и по пунктам этой дорожной карты. Конечно, она спустя три года такой актуализации нуждается. Поэтому я вношу такое предложение с тем, чтобы реализация проекта «Десять веков русской словесности» стала одним из стратегических решений нашего заседания и вошла в план крупнейших ключевых юбилейных мероприятий. Далее, другой приоритетный долгосрочный проект – это открытие многоцелевого фондово-экспозиционного центра, иначе говоря, открытого фондохранилища «Морозовский квартал» в принадлежащем музее имени Даря комплексе, который включает здание 1-й московской усадьбы Морозовых, легендарной династии промышленников и благотворителей. Здесь будет создан для и москвичей, и для всех градостроителей градообразующий объект культуры, который будет иметь значение музея русского языка. Здесь ситуация во многом проще, поскольку комплекс недвижимости уже передан музею, но нам необходимо решение правительства Москвы о внесении изменений в правила землепользования и землеустройства, чтобы получить в результате работы помещения, пригодные по своим характеристикам для создания вот этого открытого фонда хранения. Поэтому, Сергей Ильич, мы готовы, если вы помогли бы своим авторитетам, нам вместе будет обращение министра культуры в адрес мэра Москвы, мы такое подготовим, если оргкомитет поддерживает также такой пункт. Мы будем очень рассчитывать и на вашу поддержку в работе с мэрией Москвы. Это их решение. И, наконец, третье предложение, еще очень важный приоритетный проект – это создание в структуре музея имени Дали музейного центра «Серебряный день». Об этом говорилось и писалось на базе дома Валерия Брюсова. Нам требуется также глубоко проработать этот вопрос, потому что в работе с департаментом имущества, городского имущества Москвы, который сегодня на всех предварительных этапах взаимодействия музея не принял необходимого для музея и для нас всех решения, хотя у этого не может быть другого решения, кроме того, что предлагаем мы, потому что вход в это здание только через территорию музея, который не может быть открытым. Поэтому, если принимается такой план о создании музейного центра «Серебряный век», тогда мы также сейчас начнем уже работу от Министерства культуры с департаментом городского имущества. Я также хотела бы очень коротко сказать, Дмитрий Петрович, если я его не вижу, если он себя неплохо чувствует, наверное, тоже скажет несколько слов, сказать о том, что именно музей имени Даля сегодня решает, наверное, главную задачу, Владимир Ильич, наверное, поддержит, нашего большого стратегического плана подготовки к юбилею Федора Михайловича Достоевского. Это создание Московского дома, Московского музея Достоевского. Мы вместе с Дмитрием Петровичем, вместе с музеем проделали уже путь от почти уныния, почти мы не складывали рук, но нам казалось, что это сделать невозможно, но мы преодолели, сумели преодолеть все препятствия. Сегодня мы, в принципе, находимся на финишной прямой с исполнением дорожной карты. Поэтому это огромная работа нашего музея, и я не могу не сказать об этом на сегодняшнем заседании. В последнее время Литературный музей добился серьезных успехов в оптимизации работы всей сети литературных музеев страны, и созданная им Ассоциация литературных музеев, там уже 65 российских музеев, как федеральных, так и региональных, и муниципальных, позволяет оперативно выплачивать жизнь крупные проекты литературного профиля, но, может быть, об этом Владимир Ильич также скажет, поэтому я здесь остановлюсь. К юбилейным датам музеям были реализованы очень крупные выставки из последнего времени, это выставки к юбилеям Сергея Есенина и Ивана Бунина. Музеем также вместе с Литературной ассоциацией, Ассоциацией литературных музеев России, разработан проект туристического маршрута, маршрута музейного туризма с посещением литературных музеев страны. Сильны позиции музея и за рубежом в музейном и научном мире. Научно-выставочные проекты реализованы в самое последнее время в партнерстве с музеями Германии, Испании, Швейцарии, Франции и других стран. На будущий год, к празднованию 200-летия Достоевского, Министерство культуры запланировало необходимые средства для того, чтобы музей Италии сделал крупную выставку в Италии в рамках начинающегося перекрестного года музеев России и Италии и выставку в Австрии в рамках объявленного президентом и канцлером Австрии перекрестного года литературы и театра «Россия-Австрия». Прозвучало самое главное, и Денис Владимирович также вслед за Сергеем Евгеньевичем об этом сказал, о том, что Вилей обращает нас к самой фигуре Владимира Ивановича Даля. И мы абсолютно также разделяем мнение, что этот юбилейный год должен стать важнейшим годом подготовки к 225-летию Даля, который будет отмечаться в 26-м году. И в работе любого юбилейного артилитета важное место, конечно, занимает вопрос о формате торжественного юбилейного мероприятия. Сергей Евгеньевич сказал о том, что будет музейно-научный международный большой форум. Есть смысл пообсуждать. Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, нам представляется, что, может быть, на этом форуме, на каком-то важном форуме этого года должна прозвучать, должна быть представлена концепция стратегического развития музея на пять ближайших лет, с 21 по 26 год, когда будет отмечаться юбилей Владимира Ивановича Даля. Нам кажется, что презентация общества, музейному, научному сообществу и всему обществу стратегического развития, плана стратегического развития музея будет прекрасным завершением этого юбилейного года. Спасибо большое. Спасибо, Алла Юрьевна, за выступления, за вот те дополнительные предложения и инициативы, которые вы озвучивали. И давайте все вместе их продвинем на различных уровнях власти, продвинем и реализуем. Спасибо. Передаю микрофон Дмитрию Петровичу Бабу. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемая Алла Юрьевна, Денис Вадимович, уважаемые коллеги и друзья, я сокращу твое выступление до одной фразы, потому что уже очень многое было сказано, особая благодарность Алле Юрьевне, которая очертила наши стратегические задачи. Очень много текущих задач уже реализуется, они воплощены в плане, вы их видите. На будущий год, конечно, приоритетным для нас является открытие Московского музея «Дом Достоевского». Это будет абсолютно нового типа музей, который будет привлекать посетителей, как мы надеемся, и через год, и через 10 лет, и далее. Я бы хотел очень поблагодарить Дениса Владимировича Молчанова за важную мысль. На платформе нашего оргкомитета действительно можно поставить задачи гораздо более широкие, чем празднование юбилея одного отдельно взятого музея. Мы полны желания не только реализовать свою миссию перед отечественной культурой, выполнить все наши планы, но и поучаствовать в обсуждении, консолидации практически нового понятия культурного и музейного наследия российской истории, русского языка и литературы. Мы привыкли, что наследие обычно имеет материальный характер, что это памятники архитектурные, недвижимость и так далее. Но, конечно же, безусловно, фактором наследия является и достоверное историческое знание, и великая русская литература, и, конечно, русский язык. Мы приложим все усилия к тому, чтобы выполнить наши планы, и очень надеемся на помощь оргкомитета. Благодарны всем, кто приложил усилия к тому, чтобы сегодняшнее заседание состоялось. Особая благодарность, конечно, российскому историческому обществу Сергею Евгеньевичу, Константину Ильичу. Мы надеемся, что наши задачи будут решены. Большое спасибо, дорогие коллеги. Спасибо, Дмитрий Петрович. Вам, как директору музея, конечно, предстоит выполнить самый большой объем работы, но вот мы, члены оргкомитета, конечно, отдадим все силы, чтобы в этой работе вам помочь. Спасибо. Попрошу выступить Владимира Ильича Толстого. Добрый день, дорогой Сергей Евгеньевич, дорогие коллеги. Действительно, сказано уже практически все необходимое, поэтому, экономя время, добавлю только, что действительно ассоциация литературных музеев – это довольно мощная сила, которая еще раз нас убеждает в том, что есть настоящее музейное братство. Вот литературные музеи у нас очень активно сотрудничают и взаимодействуют, поэтому это праздник и юбилей не только главного литературного музея страны, но и всех его собратьев. Поэтому я думаю, что активные участия примут здесь и такие музеи, как Тарханы, Спасская-Лутовинова, Пушкинские места России, естественно, Ясная Поляна, которая тоже в 1921 году исполняется ровно 100 лет со дня ее основания. Поэтому мы совместно, во-первых, в каждом из этих музеев крупных наших будут какие-то экспозиции или события, связанные с юбилеем головного литературного музея, но и мы придумаем обязательно что-нибудь, какое-то совместное действие, которое покажет вот эту вот уникальность литературного наследия России. Надо сказать, что в Международном союзе музеев и КОМЕ секция, комитет литературных музеев, ICLM, наиболее сильно представлен именно российскими музеями. И не случайно именно этот комитет на протяжении восьми предыдущих лет возглавлял именно российский музейный специалист. Сейчас бразды правления переданы, так сказать, в Скандинавию, но тем не менее международный авторитет российских литературных музеев непререкаем. И надо, конечно, это тоже использовать. Сейчас это довольно сложно, но тем не менее в ICLM и КОМЕ мы будем также отмечать юбилей нашего ведущего литературного музея. Так что соберем все силы и достойно встретим эту прекрасную дату. А в конце года, действительно, если нам удастся, а я в этом уже не сомневаюсь, открыть дом Достоевского и отметить 200-летие великого русского писателя на достойнейшем международном, а не только российском уровне, тогда можно будет считать юбилейный год успешным. Спасибо большое. Спасибо, Владимир Ильич. Передаю микрофон Александру Михайловичу Шолохову, первому заместителю председателя комитета Государственной думы по культуре. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, добрый день, дорогие коллеги. Сказано действительно много, поэтому такие точечные заметки. Прежде всего, я хотел бы отметить то, что литературный музей наш замечательный, он славен не только своими филиалами, не только удивительной коллекцией, но и то, о чем говорила уже Алла Юрьевна, это методический центр для всех литературных, да и не только литературных музеев страны. Вот эту его важную методологическую научную составляющую, я считаю, нужно не упускать из виду. Дело в том, что опыт литературного музея служит одним из базовых для всей сети литературных музеев страны. А уже тоже было об этом сказано, что сеть литературных музеев, особенно музеев-заповедников России, это абсолютно уникальное явление, равного которого и похожего даже ничего нет в мире. Это служит основанием не только уважения и авторитета, о чем говорилось, но это даже предмет некоторой зависти. И сохранять, развивать эту сеть, безусловно, крайне важно на тех методологических основах, которые разрабатываются коллегами в литературном музее, в ассоциации литературных музеев. И российский комитет ЭКОМ, который мне сейчас выпала честь возглавлять и представлять, мы самым тесным образом сотрудничаем. Для примера, только за последнее время я посчитал, более 20 выставочных больших проектов проведено при участии или при непосредственной организации литературного музея. Это, безусловно, бесценный опыт. Его надо распространять, и распространять не только на территории России, во-первых, и, во-вторых, не только в юбилейные даты. И, безусловно, вот те обороты, которые будут сейчас набраны в преддверии юбилея, я считаю, их нужно обработать, осмыслить и использовать в дальнейшем. Ну и в заключение я хотел бы напомнить, что Даль начинал свою карьеру, карьеру врача в старинном казахском городе Уральске. И мне кажется, что территория СНГ, территория стран, которые говорят на русском языке, для которых русский язык является объединяющим, это тоже важная площадка для тех выставочных и иных проектов, которые нужно провести в рамках этого замечательного юбилея. Спасибо. Благодарю вас, Александр Михайлович, и передаю микрофон Михаилу Ефимовичу Швыдкову. Спасибо большое. Спасибо, Валерий Сергеевич, уважаемая Алла Юрьевна, Дмитрий Петрович, Денис Владимирович, все высокое собрание. Я начну с того, чем закончил Александр Михайлович Шов. Действительно, вот в программе международных мероприятий, которые у нас есть, как мне представляется, не хватает как раз выставок и конференций, посвященных столетию далее в странах Содружества. Я думаю, что такие возможности есть, и я думаю, что Россотрудничество, Евгений Александрович Примаков, могут этому в высшей степени серьезно поспешить. Потому что мы полагаем, что 2023 год в Содружестве будет объявлен годом русского языка. И в этом смысле юбилей Даля, и музей юбилей, и юбилей, собственно, Даля, может быть очень хорошим поводом для продвижения и укрепления позиции русского языка на пространстве СНГ. И чисто бюрократическое замечание. С моей точки зрения, поскольку следующий год, помимо юбилейного года музея, это год Достоевского, то я думаю, что вот саму программу международных мероприятий, это абсолютно такое педантическое, замечание педанта, и к нему не надо относиться сколько-нибудь серьезно, но тем не менее. Я бы начал международные мероприятия не с юбилеев Риша и Деренмата, не с этих выставок, а все-таки я бы сгруппировал все, что связано с Достоевским, а там четыре международных события, связанных с юбилеем Достоевского, потом события, связанные с международными мероприятиями, с именами Толстого, прошло прощения, Чехова и Бунина, уж затем в конце разместил уважаемых швейцарских писателей, которых мы очень любим, но я думаю, что чисто визуально план международных мероприятий может выглядеть получше, если мы начнем с Достоевского, Чехова и Бунина. Это такое мелкое замечание. И самое последнее. Мне кажется, что можно было бы в 2021 году использовать площадку Санкт-Петербургского международного культурного форума для проведения какого-то круглого стола, панели, не знаю, как там это уже получится, посвященного и столетию музея, и русскому языку, и тем достижениям, которые сегодня есть в музейном сообществе России, связанном с литературой. Думаю, что это бы украсило и программу Петербургского форума, и привлекло бы внимание наших коллег, тем более, что Санкт-Петербург, место, где литературные музеи, это одно из украшений города, безусловно. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, Михаил Ефимович. Попрошу выступить Наталью Дмитриевну Солженицыну. Наталья Дмитриевна, пожалуйста. Наталья Дмитриевна, извините, мы вас не слышим. Попробуйте включить звук. Наталья Дмитриевна, кто-нибудь вам может помочь? Наталья Дмитриевна, извините, я пока передам слово Михаилу Соломоновичу Гусману, а вы попробуйте самостоятельно наладить аппаратуру. Михаил Соломонович, пожалуйста. Ну, вот Наталья Дмитриевна вроде наладила, но неудобно впереди Наталья Дмитриевна. Да, как будто уже включила. Спасибо, Наталья Дмитриевна. Пожалуйста, мы вас слышим хорошо. Да, спасибо, дорогой Сергей Евгеньевич. Приветствую всех участников этого заседания и отсутствующих членов оргкомитета тоже. Полтора года назад, во время посещения президентом только что открытого музея русского зарубежья, мы, директор Дома русского зарубежья «Москвин» и я представили Владимиру Владимировичу предложение, одновременно изложенное в письме на его имя, о разработке и осуществлению межведомственной программы с участием Министерства науки и высшего образования Российской академии наук. Программа, которая была бы направлена на укрепление позиций русской культуры и языка в южных регионах России. Драматические события последних десятилетий, кажется, ясно тем показали, что если Россия не укрепляет на сопредельных территориях позиции своей культуры, не применяет мягкую силу, то ее применяют другие. И во всяком случае влияние России существенно ослабляется во вред как России, так и ее соседям. Имея в виду конкретно предкавказье, регион очень непростой, мы предлагали в качестве центра координирующего реализацию программы музей Солженицына-Кисловодский, являющийся отделом Государственного литературного музея имени Даля. Предложение было поддержано, последовало указание президента, и в исполнении его в октябре-декабре 2019 года и начале 2020 года и в Государственном литературном музее, в Департаменте музеев Министерства культуры было проведено несколько совещаний, которые определили первоочередные действия по разработке и реализации программы. В частности, отмечалось, что для полноформатного участия Кисловодского отдела Государственного литературного музея необходимо введение в строй его второй очереди. Для чего, надо сказать, что начиная уже с 2016 года руководством Госледмузея было сделано немало успешных шагов. Также был разработан конкретный план, такой пилотного, что ли, этапа программы, который предполагал уже в течение 2020 года 10 мероприятий в регионе с участием ведущих писателей, ученых-лингвистов и филологов, историков и деятелей культуры. В целях координации действий по реализации программы Дмитрий Петрович Бак предложил провести в первом квартале 2020 года в Министерстве культуры совещание с участием представителей Министерства ведомств, задействованных в реализации программы. Ну, как всем понятно, осуществление вышеназванных действий в намеченные сроки оказалось невозможным ввиду агрессивной враждебности коронавируса. Однако поставленная задача представляется нужной, важной, а исполнение ее даже безотлагательным, для чего, кажется, необходимо сформировать в ближайшее время дорожную карту. Спасибо. Спасибо, Наталья Дмитриевна. Михаил Солмонович, вам слово. Прошу. Большое спасибо, Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. У меня как бы два вопроса. По первому вопросу, это по информационному обеспечению мероприятий, связанных столетиями музея и далее. Я могу сказать буквально одной фразой, что в течение ближайших буквально пары недель мы представим на рассмотрение Оргкомитета, я вместе с коллегами, план мероприятия по этому информационному обеспечению, и он будет в распоряжении Оргкомитета. Но вторая тема, о которой я хотел бы сегодня сказать, мне кажется, очень важной. Следующий раз на том, что практически весь 20-й век, и вам эта тема, Сергей Евгеньевич, очень хорошо известна, как многолетнему председателю Победительского совета в Семейной Ассоциации русской прессы, огромное количество произведений русских писателей зарубежья, не имея, особенно это касалось первую половину 20-го века, да и частично послевоенный период, огромное число писателей зарубежья имели единственный выход читателям через зарубежные средства массовой информации, через ведущие русскоязычные газеты Соединенных Штатов, Франции, других стран. И должен вам сказать, что есть богатейшие архивы, к сожалению, уже не выходящие газеты, «Новое русское слово» в Нью-Йорке, где печатался и Бродский, и Бунин, и Набоков, и «Нам русская мысль в Париже» и так далее. К сожалению, эти архивы находятся далеко не в хорошем состоянии, многие из них просто где-то пылятся на чердаках, но это сокровищницы нашей русской литературы, потому что многие вещи, многие публицистические произведения великих русских писателей больше нигде и не публиковались. Поэтому, может быть, воспользоваться этой возможностью подготовки к юбилею, во-первых, провести, и мы, наверное, в фонде поддержки русскоязычных прессов, пытались бы это сделать, анализ вот этих архивов, бесценных, на мой взгляд, архивов русскоязычной прессы зарубежья, где публиковались великие русские писатели, а с другой стороны, возможно, вот я хотел бы оттолкнуться от предложения Михаила Фимовича на будущий год форума культурного Санкт-Перруки, сделать выставку произведений русских писателей, публиковавшихся в зарубежных средствах массовой информации, особенно, повторяю, еще раз в первой половине 20-го. Эта выставка – это бесценная кладезь уникальных совершенно литературных произведений, многие из которых никогда больше не печатались. И последнее, что я хотел добавить, опять-таки, развивая мысль, уже прозвучавшую, но немножко с другого угла, мне кажется, стоит, опять-таки, опрошить внимание на произведения писателей стран Содружества, стран бывшего Советского Союза, писавших на русском языке, таких как Ченгиз Айтматов, как Максут Ибрагимбеков. Это тоже часть нашей русской культуры и русского языка. И, возможно, опять-таки, используя подготовку к юбилею музея Даля, подумать о какой-то, может быть, даже антологии произведений русскоязычных писателей стран Содружества. Потому что это они как могли, но вносили несомненный очень большой вклад в развитие нашего всеобщего родного достояния русского языка. Спасибо. Спасибо, Михаил Соломонович. Передаю микрофон Юрию Александровичу Петрову, директору Института Российской Истории Российской Академии Наук. Спасибо, Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. «Сто лет литературного музея» – это действительно прекрасный повод объединить наши усилия. Мы с нашими замечательными филологами в Академии Наук работаем в рамках одного отделения, отделения историко-филологических наук. А сейчас, я думаю, у нас есть хорошая возможность, используя эту дату, расширить сферу нашего сотрудничества. Я вам скажу очень коротко. Конечно же, все понимают, что литература равно как и истории, как и язык – это важнейшие части духовной культуры, духовного наследия нации. Поэтому вот эта конференция, предложенная организаторами по российской истории, языку и литературе, как по проблеме культурного наследия, мне кажется, она может быть очень интересной и привлечет внимание широкой общественности. Единственное, что я хотел бы здесь пожелать – предать этой конференции международный характер. Вот Михаил Соломонович справедливо говорит о писателях, которые писали в республиках, но по-русски. И это часть нашей русской культуры. И сейчас много людей, которые в странах СНГ, допустим, или в других зарубежных странах общаются на русском. Это часть тоже нашей культуры. Мне кажется, надо привлекать и наши русские зарубежья, и наших иностранных коллег к этой работе. А в целом скажу, что план выглядит очень перспективным, я бы сказал, даже громадным, поскольку дата в будущем году, времени у нас совсем мало, что называется. И я бы хотел присоединиться к мысли, которая прозвучала о том, что и надо иметь в виду стратегический юбилей самого Владимира Ивановича Даля в 2026 году, и сделать эту программу, объединить два юбилея с тем, чтобы у нас была возможность широкой стратегической программы на несколько лет. Я уверен, что все наше российско-историческое сообщество, и все наше сообщество в широком плане научное, все поддержат эту инициативу, эти даты, и у нас, повторяю, замечательно открывается поле для нового сотрудничества. Спасибо. Спасибо, Юрий Александрович. Следующий выступающий Константин Сергеевич Деревянко, председатель научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры «Родное слово». Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые члены Оргкомитета. Государственный музей истории российской литературы не случайно носит имя Владимира Ивановича Даля. Даль – один из символов российской культуры, общенациональный бренд, объединяющий представление о русском языке, отечественной литературе и национальной идентичности. В связи с этим чрезвычайно актуальны видятся задачи по созданию межведомственной программы по исследованию и популяризации научного и культурного наследия Владимира Даля. Несомненно, эту работу мы могли бы начать уже в следующем году, в юбилейном для Флагманского литературного музея страны, да и самого Владимира Ивановича Даля, и продолжится вплоть до 2026 года, когда мы будем отмечать 225-летие со дня рождения российского ученого, именно которого носит музей. Следует сказать, что уже при поддержке инициативы Министерства культуры Российской Федерации готовится указ президента страны об установлении в России памятной даты 22 ноября, в день рождения Владимира Даля, как Дня словаря, общероссийского праздника языковой и информационной культуры, ориентированного, безусловно, в первую очередь на подрастающие поколения. При этом, уважаемые коллеги, хотел бы обратить ваше внимание на важный вопрос, требующий, на мой взгляд, скорейшего решения. Статус дома Даля, мемориального здания на Большой Грузинской, одного из немногих сохранившихся при пожаре 1812 года. Именно здесь много лет жил и работал российский лексикограф. К сожалению, под музей Владимира Даля в этом доме отведена лишь одна маленькая комната, и доступа в историческое здание сегодня для всех желающих нет. Уважаемый Сергей Евгеньевич, предлагаю рассмотреть вопрос о поддержке и продвижении инициативы по созданию в этом месте уникального культурного и научно-образовательного центра, первого в истории нашей страны музея русского языка, который мог бы органично войти в состав и структуру Государственного музея истории российской литературы именно Владимира Ивановича Даля. Уверен, что реализация данной инициативы соответствует в том числе и задаче сохранения и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации. И, надеюсь, не сомневаюсь, что работа Аркомитета будет способствовать координации деятельности по повышению уровня грамотности в обществе, развитию языковой и общей культуры граждан нашей страны. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, вот мое предложение строго следует регламенту, всеми воспринято, поэтому у нас есть еще в запасе минут 10, поэтому я спрашиваю, кто хотел бы дать дополнительно короткие комментарии. Я хотел бы, Сергей Евгеньевич, два слова. Да, пожалуйста, и вам слово. Александр Наганович, Уварян. Уважаемые коллеги, я, конечно, поддерживаю все, что было здесь предложено. Это действительно хорошая, большая программа. Есть одна тема, которая очень беспокоит и интересует. Это роль литературы и исторической памяти. Вообще, длительное время мы ведем опросы и видим, что большинство исторических представлений, очень многих наших молодых людей особенно, оно идет из литературы и искусства. Поэтому я бы хотел предложить, может быть, нашему музею подумать о проведении такой, какой-то, может быть, конференции на эту тему. Вот через полтора часа я буду участвовать в Совет Европы, проводит большое заседание, посвященное исторической памяти. Я получил предложение от них, и среди них стоит вопрос. Роль литературы и искусства в исторической памяти формировании. Я думаю, что эта тема, ближайшая, соединяющая историю и литературу, была бы очень полезна, если в следующем году музей провел бы конференцию на эту тему. Роль литературы и отечественной, прежде всего, конечно, но и мировой, в формировании исторических представлений людей и особенно молодежи. Спасибо. Спасибо, Александр Наганович. Уважаемые коллеги, пожалуйста, кто еще хотел бы выступить? Пока нет. Давайте я пару слов скажу. Пожалуйста. Спасибо большое. Вячеслав Алексеевич Никонов. У меня пару коротких замечаний. Я сегодня с интересом познакомился впервые с работой Аркомитета по празднованию столетия основания Государственного музея истории российской литературы имени Даля. И в ходе обсуждения я ни разу не услышал слова «Луганск». Он все-таки казах-луганский. И там стоит памятник Далио и университет, который тоже, я думаю, должен принять непосредственное участие в этом деле. Поэтому давайте не будем забывать вот такой важный, на мой взгляд, луганский аспект, который там существует. А если уж мы заговорили о литературных музеях, в целом это большая проблема. Одна из таких проблем, над которой я бьюсь уже не первый год, и которой хотел бы привлечь внимание и Сергея Евгеньевича, и всех участников. В этом году ведь, по существу, еще продолжается уже, хотя скорее закончилось, 190-летие Болдинской осени. Александра Сергеевича Пушкина действительно выдающиеся, я считаю, вообще события российской, мировой культуры, литературы. И в то же время музей пушкинский в Болдина – это единственный из пушкинских музеев, который не имеет федерального статуса. Он по-прежнему областной музей, в общем-то он муниципальный. Сейчас он стал областным, но я думаю, вполне нужно ставить вопрос о том, чтобы все-таки придать федеральный статус и музею-усадьбе Пушкина в Болдине. Это было бы очень хорошей данью памяти и 190-летию, и Болдинской осени, ну и вообще Пушкину, я считаю, на этого достоинно. Спасибо. Спасибо, Миша Валючевич, за существенные дополнения. Пожалуйста, коллеги, еще. Нет? Тогда будем завершать. Я, прежде всего, хотел бы поблагодарить вас за готовность принять участие в работе Оргкомитета. Все мы, безусловно, и любители русской литературы, и словесности, и подвижники этого дела. А кроме того, мы имеем определенный вес. Кто-то в системе публичной власти, кто-то в бизнесе, в творческих союзах, в общественных организациях, в средствах массовой информации. Это значит, что у нас есть потенциал для того, чтобы продвинуть и добиться тех или иных решений, организационного финансового характера, необходимых для реализации тех мероприятий, которые уже внесены в план работы или будут внесены дополнительно после сегодняшнего обсуждения. Собственно, юбилей не за горами. Это октябрь месяц следующего года. Мы в обязательном порядке должны выполнить все, что можно выполнить до октября месяца, за эти оставшиеся 10 месяцев. Но это не значит, что Оргкомитет прекратит свою работу, потому что план работы гораздо шире, чем работа, которая может быть выполнена в течение 10 месяцев. Поэтому, уважаемые коллеги, друзья, давайте будем ориентироваться на такую системную и продолжительную работу. А сегодня я вас еще и еще раз благодарю. Спасибо. До следующей встречи. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Историко-литературная премия КЛИО, учрежденная 5 лет назад Российским историческим обществом и Российским книжным союзом, напоминает нам о неразрывной связи истории и словесности. Премия имеет цель, конечно же, отметить талант авторов, которые черпают свое вдохновение в сюжетах прошлого, в сюжетах отечественной истории. И, конечно, вторая цель – это подчеркнуть такой растущий запрос нашего общества на увлекательную, качественную и правдивую историческую литературу. Тщательно выбирая лауреатов премии КЛИО из множества достойных претендентов, члены жюри, конечно же, ориентировались на темы, которые привлекают внимание всего нашего общества. Весь этот год проходил под знаком 75-летия Великой Победы. И наш первый лауреат не случайно в качестве сюжета выбрал напряженную борьбу дипломатии и разведок весной 1945 года, в то время, когда шла битва за Берлин. Следующий лауреат обратился к теме русского исхода, столетие которого мы отмечали совсем недавно, в ноябре месяце. Как вы знаете, русский исход – это финальный акт братоубийственной гражданской войны в европейской части России. И автор новой книги в качестве героя выбрал Владимира Галактионича Короленко, выдающегося русского писателя, который на склоне лет пережил вот эту трагедию, трагедию гражданской войны и осмыслил ее в своем творчестве. Нашего третьего лауреата я бы, вопреки неустановленному правилу, назвал по имени. Дело в том, что всего несколько дней отделяют нас от 100-летнего юбилея отечественной внешней разведки. И многолетним ее историографом является бывший сотрудник разведки, в прошлом талантливый оперативный работник, талантливый журналист и писатель Владимир Сергеевич Антонов, который, к сожалению, несколько месяцев назад ушел из жизни. Он оставил после себя большое литературное наследие, более 50 книг, на которые всегда был, и я убежден, всегда будет читательский спрос. И сегодня премию я передам семье Владимира Сергеевича. Дорогие друзья, во время моего короткого вступления я, как мог, сохранял интригу, но по закону жанра интрига должна быть разрушена, и это сделает Сергей Вадимович Степашин. Давайте его послушаем. Дорогие друзья, я рад вас приветствовать, к сожалению, в такой заочной форме. Надеюсь, в следующем году будет все в порядке у нас с борьбой с этим коронавирусом. Но, как бы там ни было, сегодня очень важное событие, очередное заседание премии КРИО, которое стало знаковым событием в истории Российского Книжного Союза и исторического общества, ибо мы являемся, как вы знаете, соучредителями этой премии. Первый раз она номинировала выдающегося нашего советского российского писателя Владимира Александровича Гранина за удивительную его книгу «Мой лейтенант». И вы знаете, что в прошлом году Данилу Санычу было сто лет, было распоряжение президента, и сей год был обозначен годом Даниила Гранина. Мы провели огромную работу, я имею в виду и Российский Книжный Союз, и администрация президента, и город Санкт-Петербург, Ленинград. Поэтому, как бы мы дали старт в 2015 году году Гранина. Я рад, что премия живет, вы знаете, она заключается раз в два года. Интересные номинанты, с моей точки зрения, в этом году. Очень интересная книга, она посвящена деятельности наших советских разведчиков Антона Владимировича Сергеевича, самого разведчика, который служил в органах разведки, к сожалению, совсем недавно ушел в жизнь. У него очень много интересных книг о разведчиках, советских разведчиках. Как вы знаете, в этом году мы все отмечаем 100-летие советской и современной российской разведки. Сергей Ильич, пользуюсь случаем, я хочу вас и в вашем лице всех сотрудников СВР поздравить с этим замечательным праздником. Интересная книга, с моей точки зрения, тоже Вячеслава Никона, он много и плодовит, и пишет. Она посвящена 1945 году, 28 мгновений 1945 года весны. Ну и, конечно, хотел бы всей души поздравить и Сергея Дмитриева, одного из руководителей издательства Вечи, главного редактора издательства Вечи. У него тоже очень интересная книга, посвященная Короленко, которую мы все знаем из школьных детских программ, по крайней мое поколение. И здесь он показывает трагедию, испытания этим человеком как раз в переломный момент с 1917 по 1921 год. И эта книга, конечно, интересна и с точки зрения исследования судьбы Короленко, но и, конечно, той исторической эпохи 17-го года, 17-го, 20-го, Таркябрьской революции и Переворот, как его называют иногда. Это, конечно, тяжелейшая трагедия гражданской войны, и вот через Короленко мы как бы по-другому смотрим на нашу историю. Я хочу еще раз сказать, что наш, теперь уже не эксперимент, а наша совместная работа по премии КЛЕО прижилась. И самое важное, то, что сегодня очень важно, с моей точки зрения, объективно, честно, непредвзято взглянуть на историю, в том числе писателями, талантливыми писателями нашей страны. Этим, наверное, и сильна наша своя премия. Еще раз со всей душой вас всех, дорогие друзья, поздравляю. Не повейте, пожалуйста, и с наступающей новой. За выдающиеся заслуги и значительный личный вклад в популяризацию истории и формирование российско-исторической культуры историко-литературная премия КЛЕО 2020 года присуждается Антонову Владимиру Сергеевичу, автору книг, посвященных истории внешней разведки России. Премия вручается Антоновой Наталье Александровне. Я хочу поблагодарить всех, кто выдвинул кандидатуру моего мужа на эту премию, кто поддержал, кто утвердил. Особая благодарность Сергею Генчу, а также очень близким друзьям моего мужа, Гуськову Сергею Анатольевичу и Дубровину Андрею Юрьевичу, которые не оставили меня в одиночестве, не оставляют до сих пор, очень помогают мне в жизни. Ну и, естественно, спасибо российскому историческому обществу и Российскому Книжному Союзу за то, что учредили такую премию, поздравить их с годовщиной, ну и всех коллег и друзей поздравить с наступающим столетием. Мой муж очень хотел еще много сделать на благо службы и хотел, конечно, дожить до этого события. Так что спасибо всем большое. Спасибо. Можно, пожалуйста? Ну, а для меня Владимир Сергеевич был хорошим товарищем и другом. Наверное, кто-то знает, кто не знает, скажу, что мы вместе с Владимиром Сергеевичем еще в 80-е годы работали в течение четырех лет в Бельгии. Мы дружили с семьями. Наталья Александровна помогала, так сказать, растить родившуюся в Бельгии дочку мою. Так что у нас такие самые теплые и тесные отношения. Ну и, конечно, для службы внешней разведки уход Владимира Сергеевича из жизни – это огромная утрата. Спасибо, Эмель. Спасибо. Премия присуждается Никонову Вячеславу Алексеевичу, председателю Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке, члену Совета Российского Исторического Общества за книгу «28. Мгновение весны 1945-го». Очень важное событие в моей жизни. Спасибо большое и Российскому Историческому Обществу, и Книжному Союзу за такую высокую оценку моего труда. Спасибо и Российскому Историческому Обществу, потому что она выступала и с автором этой книги, поскольку сначала это был интернет-проект, о котором я даже в начале года не думал. В 75-летие Победы много чего мы готовили. Готовили книги, готовили проекты, готовили конференции, готовились праздновать Великий День Победы. И, к сожалению, эта программа вся оказалась практически нереализованной, потому что отменялись одно, другое, третье. Мы не смогли даже, к сожалению, провести. И как мы планировали, Парад Победы, когда планировали, и Бессмертный полк в этом году не прошел, и были закрыты книжные магазины. И в этих условиях я подумал, ну как, что мы можем сделать? И я, в общем-то, решил каждый день, начиная с 12 апреля, писать о том, что было в этот день в 45-м году. 28 мгновений – это 28 дней с 12 апреля до 9 мая 1945 года. Дни, когда история, вообще редкие дни в истории человечества сжимаются до предела. И в течение одного дня происходит такое количество событий, определяющие дальнейший ход мировой истории, как никогда. Наверное, другого такого сгустка событий мировой истории просто не было. И вот 28 дней ведь сошлось огромное количество событий, начиная со смерти Рузвельта, которая изменила вообще траекторию мировой политики и отношений между нашими странами. И битва за Берлин, и первые уже залпы Холодной войны, которые тоже очень хорошо тогда прослеживались, и знамя над Рейхстагом, и наш День Победы. Любая книга – это не только работа автора, это и работа издательства. 28 мгновений весны – это сотрудничество с издательством «Эксмо». Спасибо большое издательству. И, конечно, это малая толика той дани памяти, которую мы все должны отдать поколению победителей, тем, кто сделал возможной нашу жизнь, тем, кому мы обязаны победой. И той победой, которую мы обязаны сейчас защитить. Потому что, к сожалению, в современном мире слишком много людей, которые бы хотели отнять у нас нашу победу. Им никогда не понять нашу победу, потому что у них никогда не было такой победы и не будет. Победы над самым страшным врагом в истории человечества, ценой самых больших потерь в истории человечества, и ценой колоссального напряжения всей нашей человеческой воли, причем не только российского народа, русских, но и украинцев, белорусов, казахов, армян, азербайджанцев, евреев, татар, всех поляков, которые тоже громили фашизм и которые тоже об этом забывают. Мы забывать это не должны. Я считал своим долгом отдать вот эту небольшую даль памяти этому поколению победителям и тем людям, которым мы обязаны своей жизнью. Спасибо за награду. Премия присуждается Дмитриеву Сергею Николаевичу, главному редактору издательства «Веча» за книгу «Владимир Короленко» и «Революционная смута в России 1917-1921» от Первой мировой до Красного террора. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Олег Поликарпович, я очень сегодня взволнован, потому что это такой знаменательный для меня день. Дело в том, что я, знаете, как получилось, то есть я родился в Великом Новгороде в год 1100-летия Новгорода, а это был год основания Руси. И, понимаете, у меня история была рядом. Я бегал в Кремль, памятник тысячелетия России, там по-мальчишески мы играли с ним. И у меня не было даже сомнений, куда идти. Я пошел на ИСТФАК Новгородского пединститута, потом в Москве учился, потом попал в «Молодую гвардию», потом мы вместе создавали издательство «Веча», которое историческое. Ну и так получилось, что вот любовь к истории меня увлекла в жизни, привела вот к работе над разными темами, и в том числе о Короленко. Я начал работу над этой книгой 33 года назад, когда впервые письма к Луначарскому были опубликованы. Я так увлекся этой темой, работал в архивах. Потом я занимался Грибоедовым, который один из первых разведчиков. То есть, друзья, я хотел вообще выразить какое-то такое, знаете, благодарность тем людям, кто занимаются историей, историческому обществу, книжному союзу, которые очень большое внимание уделяют нашей исторической памяти. И, конечно, я расцениваю эту премию как премию издательству «Веча», которая уже вот в 30 лет скоро будет, издает историческую литературу. Спасибо вам, а мы будем писать новые исторические книги. Спасибо. Олег, скажи. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич. Дорогие друзья, если позволите, я пару слов скажу о своих ощущениях сегодняшнего дня. Для всех нас, для всего мира такой непростой год давит все вот это окружение, и я попадаю в то место и к тем людям, которых я люблю больше всего. Я очень люблю читать, я люблю историю. И вот то, что удалось создать вам, Сергею Евгеньевичу, Сергею Вадимовичу, Российское историческое общество, Российский книжный союз, учили премию. Она замечательная, я ее очень люблю по одной еще такой причине. Обычно премии – это страсти, они кипят, какая-то бурная деятельность. Часто так бывает. Не только, везде, мне так кажется. Наша премия, премия КЛИО, она какая-то очень добрая, очень дружеская и очень актуальная всегда. То есть ни одного человека, которого бы я еще внутренне не оценил, не только как автора, но и как человека, как гражданина, как патриота у нас не было. Это тоже очень приятно, это очень радостно. Поэтому сегодня у меня день праздник. Я всех поздравляю, достойнейшие награды. Сергей Вадимович, большое спасибо и с праздником. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok